а в салоне сегодня мы собрались по поводу следующего 14 октября 80 лет исполнилось российскому детскому писателю Вячеслав Украфимов вы 6 класс изучаете его по программе мы кто старше его читали в детстве я иногда пересмотрела 3 его фильма еще раз чтобы вспомнить и почитала книги немножко я вам расскажу биографию чтобы вас не утомлять родился он 14 октября 1938 года родился он в городе Тюмень это в Сибири родители его были преподаватели учителя и папа и мама на начало Великой Отечественной войны ему было 3 года по его воспоминаниям папа ушел на фронт мама работала постоянно и он дома трехлетний мальчик находился один вот 4 зимы военные он находился и один и он рассказал что он постоянно хотел есть то есть постоянно чувство голода присутствовало и это его не покидало никогда когда закончилась война ему было 7 лет и он пошел учиться в школу по его рассказам учиться он не хотел сразу потому что эти 4 года он учился читать писать в школе ему было неинтересно и во втором классе он прогулял уроки и сказал что ремонт в школе поэтому занятий не было его распустили сразу взрослые мама папа мама дядя и тёся и поставили такой вердикт мама сказала как складно врет про него тётя сказала что из таких врунов потом получаются уголовники а дядя отметил что из таких врунов часто выходят замечательные писатели понимаете что прав оказался дядя в девятом классе он был оставлен на второй год потому что у него был конфликт с преподавателем русского языка и литературы который оставил ему двойки будущего писателя таком известном он оставил ему двойки он остался на второй год в пятом классе вот такая вот у него есть интересная история после окончания школы стал выбор кем быть и он очень хотел быть моряком хотя моря никогда не видел он очень о нём мечтал но когда пошёл проходить медкомиссию ему конечно сказали что море ему никакой не светит ни торговой ни военной никакой морской службы ему нет потому что как сказали врачи у него дохлое здоровье естественно после того что голод был столько времени и детство было голодное и тогда мама посоветовала педагогические поступки родителей но он хотел педагогический там где не нужно ничего рассказывать выбрал сначала немецкий язык но немецкого языка не было и он уехал поступать на журналистику и уже начал как то писать первые произведения у него были рейс ориона книжка брат которому 7 и в палочке для васяного барабана затем он написал много интересных книг например вот та сторона где ветер у нас есть и в виде его книжечки вот та сторона где ветер этой книге более 50 лет очень интересно экранизировано причем советское время то есть время и место описания совпадают потому что я посмотрела вот трое с площади коронат 2008 года в фильме снят но уже как бы нам которые знали то время и это немножечко видны разночтения несколько лет назад писатель вернулся в Свердловск хотя прожил в Тюмени из Свердловска вернее вернулся в Тюмень хотя в Свердловске прожил большинство своей жизни стремился со своими одноклассниками бывшими они собрались все вместе кто там остался и пошли проведать свою первую учительницу которой почти сто лет да общие воспоминания друзья встречи и Крапивин много раз бывал в нашем городе первый раз он попался не ошибаюсь в семнадцать лет когда он написал статью какую то ему дали как бы премии заканчивал и он приехал в Севастополь и когда у него спрашивают почему он так любит Севастополь он отвечает когда спрашивает почему я человек вполне сухопутный да привязан к Севастополю морякам и кораблям я говорю потому что в детстве мне не хватало моря и очень много его историй в которых он описывает наш город шестая бастионная вот трое площади коронат он называет это город наш не Севастополь но это просто город с большой буквы пишется в этой книге и есть у него здесь очень интересно если вы прочитаете описание нашей северной стороны узнаваемых очень много мест и когда в этой книге они приезжают на северную сторону они поднимаются по итальянской лестнице на холм славы описывается памятник этот холм славы они возле него стоят и друг другу говорят Тим и Славка к нам приходил режиссер в школу и сказал что здесь мы снимали исключение Буратино в нашем городе а другой говорит да потому что наш город похож на Италию а ему отвечают нет это Италия похожа на наш город вот такая замечательная любовь у человека к нашему городу хочу сказать что Карапирин написал более трехсот произведений иногда он говорит что и сам их не помнит сколько он их написал в интернете у писателя есть кстати свой сайт на котором вы можете с ним пообщаться додать ему вопросы о его любимых книгах о детстве о юности и узнать много всего остального ну как бы пока вот больше не вас управлять не буду но ролик да мы у нас была Сверовская библиотека и была в Ябин конкурс 80-летию Крапивина нужно было снять ролик где ребенок читает в кадре отрывок из любого произведения Крапивина что у нас получилось сейчас на это задание вот Татьяна Олеговна сейчас вам продемонстрирует мы сняли ролик но у нас там мальчик не сидит читает с книжечкой а вот сейчас вы посмотрите да тут задумка была одна потом она переросла в другую потом я позвонила профессиональному оператору из телевидения Натальи Бабкевич это звезда такого высокого достаточно уровня я честно говоря не думала что она для библиотеки как нас называют сельская библиотека которая находится в Любимовке а не где-то в центре города согласиться и я звоню я говорю Наташ вот у меня такая просьба она говорит какая котенка с дерева снять я говорю да нет она ну тогда говори я говорю вот конкурс не конкурс это даже тут никаких ни призов ни наград ни грамот ну вообще ничего это просто акция читаем крапивина то есть отправил свой ролик вот он где-то по интернету там ходит люди узнают о писателе и Наталья согласилась привнесла свои изменения достаточно большие в мои там фантазии мечты и вот что получилось главные главные роли наши читатели это Елена Козина Лен ты где? здесь покажись пожалуйста вот она как выглядит в жизни снимается в роли Елена Козина вот и главный герой мальчик он еще где-то в пути Макар Лапицкий да и еще третий герой Ванюш покажи встань он озвучивает весь этот текст да но аплодисменты да нужно будет очень-очень тихо я сейчас его включу я очень надеюсь на то что вам будет видно сейчас секундочку я сначала настрою что я не знаю что я не знаю это 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 что это Пусть ребенок посмотрит. Субтитры сделал DimaTorzok У меня тут брусов. Субтитры сделал DimaTorzok У меня тут брусов. Субтитры сделал DimaTorzok У меня тут брусов. Субтитры сделал DimaTorzok У нее он стал совершенно другим. Он стал каким-то таким мечтательным, каким-то таким наполненным, насыщенным. И она открывает секрет, говорит, а вы знаете, а я знаю Владислава Крапивина. Я с ним познакомилась, когда... В 83-м году, чем в прошлом... В 83-м... Сколько вам было тогда лет? Ну, примерно. Примерно. Владислава Петровича была совсем... Ну, по моим меркам много. Вообще-то, все-таки, ну, немного. Наверное, лет 40 лет. И повезло, конечно, что состоялась такая встреча. Но прежде чем я буду говорить о нашей встрече, мне хотелось бы задать вопрос... Задать вопрос ребятам, ну, и взрослым, которые присутствуют здесь. Любите ли вы Севастополь? Да. И вот Владислав Петрович, как Ирина Анатольевна уже сказала, очень любим наш город. Очень любим город. Севастополь считал его своим вторым домом. А почему? Откуда зародилась эта любовь? Дело в том, что, еще будучи подростком, он прочитал книгу Сергея Григорьева «Малахов курган». И история, рассказывая в этой книге о городе, о его защитниках, она поразила и привлекла Владислава Петровича. И он заболел желанием увидеть этот город, походить по тем дорогам, по которым ходили такие героические люди. И эта мечта была осуществлена тогда, когда он заканчивал университет. На последнем курсе, когда он получил первый гонорар, он приезжал в Севастополь. И все. Этот город, как я вам так сказала, стал его вторым домом. Так как любит, я думаю, что и по сей день он любит наш город, и правильно сказала Ирина Анатольевна, он называет его не Севастополь, а у него свое имя, город с большой буквы. Каждый год он старался приезжать в наш город. Ходил по его улицам, и поскольку он уже давно занимался вот такой, увлекался общением с ребятами, с подростками, и у нас в городе он тоже знакомился с ребятами. Результатом этих знакомств были его книги. И однажды, когда он был на северной стороне, он проходил по улице, где расположена девятая школа, я работала в девятой школе, увидел мальчишек, хочу альбомчику, альбомчику, играющих в футбол, а потом азартно спорящих. Чья классная, самая классная. Вот это мальчишки, это фотографии, сделанные Владиславом Петровичем, он прислал их нам в посылке, вместе с книгой. Вот мы все вместе сфотографировали. И он был удивлен, что ученики, это был четвертый класс, тогда начальная школа была первая, вторая, третья класса, а четвертый класс они переходили уже в среднее звено. Я как раз взяла четвертый класс, и вот они такую неоценку дали. Почему? Да потому что я уже за сентябрь, эта встреча была в конце сентября, в сентябре мы успели сходить в поход к нам сюда, в гарнизон, значит, на водопад, нет, не водопад, источник. И, значит, выиграли, заняли первое место на празднике здоровья. И он, конечно, решил познакомиться, что это за такая учительница, и пришел к нам. Когда девочки меня встретили, мальчишки с ним были, кабинет располагался на третьем этаже, и девочки мне говорят, ну, писатель приехал. Думаю, что я думаю, да, так он быть не может, такой писатель. Подхожу к кабинету и вижу высокий, очень высокий мужчина с синими-синими глазами. Я была очень удивлена, он улыбается, здоровается и говорит, я писатель Крапивин. К стыду своему я не знала, кто такой Крапивин. Он говорит, можно с ребятами пообщаться, у меня урок. Урок первый был русский, должен был быть. Второй литература. Но поскольку такой случай выпадает нечасто, я решила пожертвовать, поменяла литературу. Дело первым, вторым русский. И мы проговорили весь урок, к сожалению, следующий урок я не могла у него пропустить. И договорили, что мы будем с ним переписываться. Он свое обещание прислать фотографию, я вам нафотографировал, и потом можно посмотреть ближе. Альбом. Он выполнил, но выполнил несколько с опозданием. В сентябре была встреча, а в феврале мы получили письмо, где он написал, письмо у меня. Вот письмо. Здравствуйте, ребята, Екатерина Александровна. Возможно, вы еще не забыли нашу встречу в сентябре прошлого года. Я тогда фотографировал вас и обещал прислать снеги. К сожалению, это обещание я смог выполнить только сейчас, в феврале. Сначала наша фото-лаборатория была на ремонте, потом я заболела, было трудно заниматься письмами. Из-за болезни я не успел сделать почерк для журнала «Пионерс», но тот материал, который я собрал у вас в школе, пригодится мне для новой книжки о Севастополе, над которой я скоро начну работать. А пока посылаю вам книжку, которую мне только что прислали из Москвы. Вот эта книжка «Кроезд площади корона» с дарственной надписью «Моим юным друзьям севастопольцам из 4 класса В. 9 школы на память о встрече в сентябре 1982 года». В конец 1982 года. И с надеждой на новые встречи. Владислав Крапивов. Пока посылаю вам книжку, которую мне только что прислали из Москвы. Я написала ее в 1979 году. Она тоже о севастопольских школах. Буду очень рад, если вы, когда получите фотоспортные книги, напишите мне письмо. Желаю вам всего хорошего. Второе письмо. Мы ответили ему. Он пишет, «Здравствуйте, ребята, Екатерина Александровна, спасибо за письмо. Извините, что отвечаю с опозданием. Весной на меня уже не первый раз навалились всякие болезни. К сожалению, он очень часто валил. И мне пришлось долго воевать с ними, даже в больнице полежал. Дело пока закончилось моей победой. И теперь я снова взялся за работу. Работы много. Надо и книжку писать новую, и начинать со своими ребятами парусную практику, и статью готовить для жутного пирамя, и на письма отвечать, которых накопилась целая куча. И тут я немножечко хочу сделать отступление. Когда он учился в университете, он поселился у своей сестры. И часто общался с ребятами, которые жили в этом дворе, в округе. И организовал с ними, с местными ребятишками, организовал на чердаке дома что-то подобие штаба, группу такую организовали они. И потом создали морской экипаж. Завели вахтенный журнал, и сделал он сам первую запись в этом журнале. Так появился прообраз будущей каравеллы. Ну и со временем появилась своя форма. Они читали книги, учились журналистики. Учились в фехтовании. Он сам замечательный фехтовальщик. И жили по законам дружбы, товарищества. Совершенствовали себя. Изучали этикет, как нужно вести себя в обществе. И таким образом он потом продолжил. И по сей день, сейчас он уже не возглавляет каравеллу, его невестка возглавляет. Это общество морское. Сам он живет, уезжал, жил в Екатеринбурге, потом его пригласили в Тюмень, предоставили ему пятикомнатную квартиру. Но он там немного пожил и уехал все-таки, вернулся в Екатеринбург, потому что там у него двое детей. И поселился у Сампла, большой пруд у них. И там яхты стоят, и он видит эти мачты со своего окна, и как будто он в Севастополе. Он так и пишет, прямо в Севастополе. Дальше он в письме пишет, что очень хотелось приехать в мае в Севастопол, но болезни работы не отпустили. Надеюсь, приехать в сентябре, как в прошлом году. Тогда и увидимся с вами. Вы уже будете пятиклассниками. Впрочем, вы уже и сейчас почти пятиклассники. До конца учебного года осталось несколько дней. От души поздравляю вас с этим радостным событием, с наступающими каникулами, а еще с очень близким к нам пианилию 19 мая. Надеюсь, вы встретите этот праздник торжественно и радостно. А еще мне хочется поздравить вас, юных севастопольцев, с большим праздником вашего города 200-летием Севастополя, которое будет в июне. В июне уже скоро будет 250. Этот праздник будут отмечать и наши юные малифи Свердловские. Я очень рада, что познакомился с вами. Бывают такие счастливые случаи. Шел сучковик и присяг отдохнуть на камень. Увидел, как несколько ребят гоняют во дворе ляшек. Решил сфотографировать. И вот у меня целый класс друзей. Хорошо, что так получилось. Летом у меня должны выйти из печати для новой книжки. И в сентябре, если приеду, я их к вам привезу. А пока желаю вам веселого лета. Ну вот здесь фрагмент еще зачитаю. Сейчас я заканчиваю писать. Это следующее письмо. Заканчиваю писать сборник повестей и рассказов о Севастополе и о севастопольских ребятах. То есть все его книги С нашими ребятами с Флотилией и Каравеллом мы сейчас готовимся к встрече Нового года. К этому празднику приурочим премьеры нового фильма нашей отрядной студии «Хроники капитана Саньки». А кроме того, группа артистов ставит спектакль «Янки при дворе короля Артура» по его книге. В январе будет гайдаровский сбор, а в феврале пора заниматься уже ремонтом. Ремонтом наших парусников готовятся к весне. Вот так и держит время. Ну и вот я письма читать закончу. А вот хотела, когда я спросила вас, видите ли вы Севастополь, а знаете ли вы его? Вот я сейчас, может быть, пятиклассники и не знают, а вот взрослые, наверное, должны угадать, что вот эта книга вообще необыкновенная. Она не только для детей, она и для взрослых. Поучительная, светлая, о дружбе, о взаимоотношениях между родителями. Ну просто замечательно. Всем рекомендую, и взрослым тоже, не только все книги, но особенно и вот эту проезд площади Коронавр. Узнаете ли вы, о каком здании идет речь? Где оно? Здание было старинное. В давние времена, лет сто назад, в нем устроили гимназию. А еще раньше, до первой обороны, здесь размещались классы морских пенкиров. Говорят, в этом доме не раз бывали знаменитый адмирал и парусного флота. Те, кто похоронен сейчас в белом храме на горе, высоко, носимый, бухтами. От французских и английских ядер здание почти не пострадало. Чудом уцелела оно и во время последней войны. Теперь в этом двейном двухэтажном доме находилась обыкновенная школа номер 20. Сейчас эта школа, ну она и не была 20, просто это художественное произведение. Общеобразовательное среднее с преподаванием ряда предметов на английском языке. Общий говоря, с английским плоном. Третье? 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 Не знаете всего, сколько? А где двора? Не были на холме? Не видели? Нет еще? Здесь мы были родители поительственному. Вот еще что подвигло его героя полюбить море, так как сам Владислав Петрович любил это море. Рассказывается о том, что мальчик заметил на тускло-зеленой стене картину. Обычно картина висела в тени, а в тот раз на нее падали лучи. На картине было вольное море. Сама луна скрывалась здесь светлыми облаками, но ее лучи проникнули в воздух, пересыпая свет по высоким волнам. Среди волн шел двухмачтовый парусник. Несмотря на волны, он шел ровно и спокойно. У него были сквозь дырявые паруса, и сквозь них их делалось небо, но все равно шел он уверенно. Вот, наверное, такая картина. Вот, вот такая. Вот. Еще немножечко. Не утомила я вас? Еще можно? Безборат. Вот он на катере переправляется на северную сторону и видит. Катер левым бортом проходил недалеко от кормы военного корабля. Она была такой громадной, что казалась стальным островом, поднявшимся из моря. Полоскал на ветру огромный военно-морской клад. По палубам и трампам становались матросы в слизы гробах и черных бюллетах. Совсем крошечными не казались на этом корабле испадения. На одной из палуб выстроились моряки в белых формингах. Перед ними прохаживался офицер с кортиком. Вывальгения собираются. Вы видели такую картину, когда на катере проплывали? Как на корабле военные стоят. Видели? Да, да, да. Ну, и заканчивается. И хочется мне прочитать несколько строчек еще. Знаешь, сколько в городе пальчиков? Всех-всех. И первый и второй обороны, когда они разговаривают два друга. Славка, который приехал из другого города в наш город. И мальчик Ти, который жил в этом городе. Всех-всех. И первый и второй обороны, и еще революции. И танки, и катера, считай, которые за земле стоят. И все обелиски. Конечно, я же весь город не знаю, сказал Славка. Наверное, больше ста. Больше трехсот. А точно, по-моему, никто и не знает. Зато одно совсем точно. Ни одного памятника нет. Знаешь, кому? Ребятам? Да. Славка сказал. Тим кивнул и сердито щелкнул себя по ноге, а в пустое войско. Славка сказал. Я знаю. Ты про это подумал. Дело в том, что в этой книге рассказывается о тех мальчишках. Не только тех, которые погибли во время Первой обороны. Во время Великой Отечественной войны. Но война так долго, отголоски ее звучали еще в те годы, когда писал Владислав Петрович, то есть после войны, когда ребята находили предметы военные. До сих пор находят. До сих пор находят. Нет, предметы находят, но, слава Богу, я не слышу, чтобы были какие-то события неприятные. А так такое случалось очень часто, когда ребята, не зная, что это, интересовались и погибали. И вот этим мальчишкам тоже хотел поставить памятник один из действующих героев. Общий обелиск, тем опять щелкнуло войской. Абелиски надо. Они все какие-то одинаковые. Если бы я умел, я бы нарисовал, как хочу. А ты расскажи. Ты понимаешь, надо, чтобы просто мальчишки из камня или из металла совсем небольшие, чтобы как живые. И не высоко совсем. Может, прямо среди травы. Там, у стены камни, между ними трава. Там, тем засмеялся, замялся, взбил шаг, но потом посмотрел на славку прямо. И тихо сказал мне, опуская глаз на площади коронавра. А где такая? О такой мне я придумала. Вот почему книга называется «Трое с площади коронавра». Ребята, обязательно. У взрослых. Поднимите в нем и получите массу за лучшие. Спасибо за внимание. Итак, я чуть-чуть дополню. У него очень плохо получались змеи, которые вот у нас есть на такой красивый змеи летающий. Они делали их сами, и у него они не получались. Но ничем не заметный мальчик спас двоих мальчишек, а сам погиб. Причем его искали, не знали, куда он пропал. И когда уже он погиб, когда понял, что его нет, мальчики пришли к его маме домой и увидели, встречают вот эти стихи, которые лежали, записаны на листочке. И один из друзей говорит, а можно мы возьмем? И они прочитали потом эти стихи. Начинается ветер и так далее. И говорят, да, Яшка так смог. А мальчик был ничем не примечательный, плохо учился, постоянно замечание такое вот было. Яшка-воробей. Он тоже там погиб. И в каждом произведении практически есть такие вот, у него такие вещи, где учат быть дружелюбными, учат быть внимательными друг к другу. Например, вот у него есть замечательное произведение, колыбельное для брата. Там класс, такие же, как вы. И тоже там становится вопрос о поддержке друг друга. Не быть равнодушными друг другу, зная друг друга. А я из опыта работы своего знаю, что у некоторых из вас спрашиваешь, вы не знаете своих одноклассников. Это, конечно, пугает. Да, это правда. Это пугает, когда спрашиваешь. Когда звонишь, такой-то учится в твоем классе, а я не знаю. Тишина в ответ или я не знаю, понимаете? То есть нас настолько поразило, потрясло, когда мы знали, общались с ребятами. Мы знали пять лет выше, пять лет ниже всех. То есть сейчас, наверное, это почему? Потому что каждый замкнут в своем пространстве, в своем телефоне. Он знает кого-то вокруг, непонятных героев, неизвестно, живой это человек или покемон там какой. Ну, я образно выражаюсь, да? А мы раньше, мы раньше пекли картошку, мы раньше бегали где-то, мы раньше искали. И сейчас, я так думаю, ребенок и не найдет тот снаряд отголоски войны, который сейчас полно до сих пор валяется. Есть и плюсы, да, в телефоне, что ребенок никогда не оторвется от своего телефона, он будет идти, он падает там куда-то, проходит мимо. И здорово, что сейчас вот построили, открыли эту спортивную площадку, наконец-то начинается такая жизнь, и мальчишки все это двигаются. Ну, вот именно те дети, которые в произведениях Владислава Петровича. Да, и он даже в классе говорит, что мы ведь класс, там получается одного мальчика очень обижали, а они никто не знали, даже не знали, где он живет. Я сразу вспомнила нашу ситуацию. Многие даже не помнят, как зовут дедушку или бабушку. И когда говоришь, как папы отчество, как вы говорите, зависаете, и говорю, как зовут дедушку папы, и тогда мы выясняем отчество папы, как зовут дедушку мамы, и вот я уже не говорю про все остальное. Ладно, не будем надержательных вот этих, давай лучше расскажем, как мы всегда рассказываем, что у нас на выставке, да? Рассказывайте. Так, это где-то список будет, это вот город. Вот это я могу вам рассказать, то, что я знаю. Вот это, это, ну, как раньше говорили, 89-й год, форма демобилизовавшегося матроса Северомошка, это форма моего супруга сохранилась. Да, я думаю, вот тут значок комсомол, задальный поход, это... Вчера посел директор музея приобрести для музея вот эту форму, говорит, я бы с удовольствием приобрел. Еще остались кучи. Это вот та самая белая форма, которую я читала Екатерина Александровна, матрос, это в белой форме на корабле, да? А вот это та самая, видимо, офицерская форма, которая офицер с кортиком. Кортик не дал. Кортик не дал. А он уже был согласен ночью, когда мы расставляли эту выставку, уже согласен, я говорю, нет, не надо холодное оружие, кортик, да. Да, это не просто противоподгаз, это спасательное снаряжение подводника. Очень тяжелый. Вот вы разместили здесь на решетке, я не знаю... Ребят, что мы там бурно обсуждаем? Светящийся глобус-светильник. Безумно хочется, вот я обычно очень люблю пускать по рядам, чтобы все потрогали, пощупали. В прошлый раз это были монетки на украшении, чувашки, да? Ну вот, безумно хочется дать вам вот этот, что это такое? Голоком. Голоком, да? Рында. Рында. И вот она, 17-й филиал, библиотека-филиал нам предоставил, ну, такую... Мини-версия. Настоящая, да. А вот она сделана с любовью, с чего? Наверное, из школьного звоночка. Думаю, что, да, последний школьный звоночек. Вот, это с атомного реактора. Это что, ребята? Он тяжелый, как вы думаете? Передавайте по рядам, дам вам потрогать. Он легкий или он тяжелый? Мальчишкам дайте на задний ряд, на галерку. Пусть тоже потрогайте. Пусть тоже знаете, что вы уже не знаете. Аккуратно, да, взрослые. Аккуратно, взрослые, слабое звено. Чего это? Берите, потрогайте, хоть будете знать, сколько он есть. Я не думаю, что каждый из вас... Вот, а вот это потом я вам разрешаю подойти и можно подровать в ходе месяца. Вот, вот эта ручка. Она, да, она неподъемная, не передать, вы не передаете. Вот это что такое? Оп, держи. Это что? Там пробка настоящая. Тучка. Вот это что? Вот эта штучка, в которой привязывается что? Или один. Это называется княг. Дайте потрогать. Да, да. Как у Казманова, да, намотают так мягцы и присоют к нам, да? Это, конечно, бывает, как называют это. А вот это, где я нашел княг. Корабль. Корабль. Еще вариант. Тут большие парусники. Парусник. Парусник. Совершенно верно. Почему это не парусник? Почему не парусник? Кто говорит, это парусник? Потому что нет парусов. Нет, ребят, это парусник. Просто паруса, да. Вот он парусник. И вот он парусник. И вот парусник. И вот, посмотрите, какой у нас есть замечательный. Самодельный. Самодельный. Парусник. Из чего он сделан? Из утюга. Из утюга. А еще что на нем? Бумага. Это утюг. Мария Степановна дала отремонтировать. А он оказался сгоревший в спираль. Я искал из чего сделать парусник. А сейчас, кстати, парусники делают из металла. То есть корпус парусника выполняет из металла. То есть это как бы... А вообще это машина времени. Вот это что, тихо, тихо? Это вентилятор. Вентилятор откуда он? Это с военной промышленности. Вот это что? Это резисторы, это тоже конверсия в Министерство обороны. Вот это что? Это карандаш мягкий. Это как бы призыв к творчеству. Хороший мягкий карандаш. Ну сердце мне понятно, да? Паруса? Это паруса. Паруса, в них дует ветер времени. То есть это парусник путешествует времени, машина времени. Вот так. Ясно. Так что видите, насколько творческий подход. Аплодисменты Александру Крабовичу. Владислав Петрович Крабович еще писал песни, сочинял. И у него есть песня, в которой он говорит о синем крабе. Синий краб с серебряными звездочками на спине. Синий краб, восемь лап и серебряные звезды на спине. А? Вот. Так, да. Вот тут уже пошли вопросы. Вот сделано это, видите, из треугольничков, из бумаги. Да. Модульной оригами. Я уже знаю эти слова. А делает вот такие замечательные вещи. У него есть просто шедевральный спортсмен по совместительству. Представься, пожалуйста. Расскажи о своем творчестве. Меня зовут Илья, мне 17 лет. Я занимаюсь модульными оригами и берега римской борьбой. Хожу уже 7 лет. Есть достижения, спортивные достижения. И вот за мое творчество. Аплодиславу Петровичу Крапивину от нашего сегодняшнего дружного коллектива подпишем. И вот отправим ему этого синего краба с серебряными звездами на спине. А сейчас для вас... Сыграем? Ну, у нас, наверное, эта рука заходи. Или уже не будет. Он уже устал ждать, наверное, своего часа. Звезда вообще расслабилась. Сел и хотел в коридоре нам играть. Ха-ха-ха. Еще один стульчик. Держись, вот я там. Давайте стульчик. Опа. Я вчера поднимала римбу, поэтому стул я могу завтра поднять. Итак, прощайте с колесой горы. Сыграем. 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 КОНЕЦ 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 Сними инструмент, потому что он очень тяжелый, почти как рыба, я впечатлилась. Представься громко, чтобы мы тебя слышали. Кто ты? Яковлев Даниил. Яковлев Даниил, да? Ты у нас уже не первый раз, ты победитель... Ты у нас второй раз, ты победитель чего? У меня очень приятная миссия. Я от нашего всего коллектива, Смирины Анатольевны, Марии Степаны, вот наш дружный коллектив, хочу вручить вот такой подарок «Та сторона, где ветер». Слышал, да, вот этот маленький ролик, там стихотворение я читал? Ваня, не слышал? Вот, я тебе с тобой где послушаю. Мы посмотрим, голуби. Да, вот, держи, я тебе вручаю эту книгу от имени коллектива. Аплодисменты. Иван, хоть вы сегодня и ведете себя отвратительно. Станьте. Звезда. Тебе мы дарим тоже вот эту замечательную книгу, которая была заказана специально для вас, ребята. Пришла она к нам, да, из другого города, вот та сторона, где ветер. И что-то вспоминала наши библиотеки в глубокой старости, вот здесь наше печаль. Держи, другая рука. Леночка, посмотри, какие шикарные паруса. Взрослый вариант? Очень. Это взрослый вариант. Держи. Очень рада, что ты нас читала. Очень рада, что ты оскликнулась. По нашей задумке нужно было, чтобы там вот такая тетка, которая ненавидит детей, которая срывает эти простыни, которая губит всю мечту, которая топчет эти паруса своими вот жестокими, жесткими руками. Боже, как тяжело этой женщине далась эта рука. Она жизнь не такая. Я говорю, Лена, вот что ты ненавидела? Что ты вот совсем не любишь? Не знаю, говорит. Я говорю, ну вот ты любишь, когда тараканы в каше. Она с той же улыбкой мягкой, такой нежной отвечает. Ой, фу. Вот. Будущая наша звезда, это, я так думаю, Евгения Кулинич. Она у нас вообще звездочка тут. Она во всех фотосессиях участвует. Она у нас активная, подвижная, живая. Вот она принесла своего змея, который здесь, ребята, за вами. Поаплодируем. До будущих встреч. Меч и побед твоих. Обязательно тебя отметим. Будет у тебя еще не один приз. Пока падай. И вот этот краб, 8 лап, 4-8 точно, серебряные звезды на спине. Знаю, что Илье сейчас очень некогда, он занят. Я говорю, Илья, вот такая песня, послушай ее, сделай крабика самого-самого примитивного. Лишь бы он был синим. Вот. Ну, может быть, там какие-то серебряные звездочки. Вы представляете, сколько это труда? Да. Вот для того, чтобы изготовить. И со всей занятостью Илья откликнулся. Илья, да. Это не тебе. Это твоей группе поддержки. Вы вечером попьете чаек. Вот. Замечательная бабушка, великолепный дедушка. Поддерживает во всех начинаниях. Вот. Молодые, активные, подвижные. Где они сейчас опять где-то двигаются, да, и активничают. Вот. Аплодисменты. Большой молодец. Я думаю, Владислав Петрович будет рад, что у него есть такой краб. И так, ты друг, дорогой мой, спасибо тебе на будущие встречи. Вот. И у нас еще день, кстати, вчера какой день был? Что мы отмечали вчера? День комсомола. Сто лет комсомола, да. С комсомольскими билетами собирались, да, вчера? Да, да, да. Уже фильм в сети сегодня. Уже фильм сегодня выложен. И возле дота нашего некоторые очень расстроены были, что не взяли с собой комсомольские билеты, говорит. А там все практически были с комсомольскими билетами. С комсомольскими билетами, да. Вот такой шикарный праздник состоялся у нас тут вчера тоже. А завтра у нас какой день? Какой день завтра? А еще? Еще какой день? Последний день месяца. Последний день месяца. Завтра у нас международный день Черного моря. не закручена. Кромбо! Дайте ходу! Кромбо! Дайте ходу! Кромбо! Хлистать всех наверх! Вас приветствует пиран Черная борода! Я слышу краем уха, что здесь говорили о писателе Крапивине. Да? Да. Дети так? Да. Молодцы. Крапивин любил наш город замечательный Севастополь, так? Да. Все отмечаем громко? Да. Молодцы. Любил, конечно, Черное море. Да. А завтра праздник Черного моря, так? Да. Молодцы. Я пришел не с пустыми руками, я принес свод вопросов, которые вы должны знать и отвечать на них. И там самый первый вопрос. Были ли пираты на Черном море? Были. Были. Молодцы. Есть даже книжка такая о пиратах Черного моря. Что там на Черном море? На библиотеке пиратов. Вот такой замечательный свод. Итак, я задаю вопросы. Отвечают все. И маленькие, и большие. Есть ли острова в нашем Черном море? Есть. Никак нет. Змеиный. Ага. Ой, я извиняюсь. Приветствую. Молодцы. Змеиный. Березань. Самый большой остров имеет размер 72 квадратных метра. Откуда я знаю? Не понимаю. Итак, а полуостров есть в Черном море? Какой? Громко говорим. Да. Молодцы. Есть ли в Черном море газ и нефть? Да. Молодцы. Все знают. Люблю таких деток. Какие виды рыб обитают в нашем Черном море? Да. Так, а я хочу услышать, какие. Называем. Мальчик знает. Мальчик. Султанка. Есть такая рыба. Ставрида. Пилька. Кефаль. Катран. Молодцы. Знаете. Какие дельфины обитают в Черном море? Афалина. Афалина. Белобочка. Белобочка. И маленький самый дельфин? Азовка. Умнички. Азовка. Афалина какую длину имеет? Два метра. Три, три с половиной метра. Огромный большой дельфин. Один дельфин. Потом белобочка. Какая длина? Два метра. Два, два с половиной метра. И азовка самая маленькая. Какой размер? Один сантиметр. Метр двадцать, метр восемьдесят. А какой из этих трех дельфинов пускает фонтан? Небольшой. Молодец. Приветствую тебя, умничка. А скажите мне, пожалуйста, как слово дельфин с греческого переводится? Загадка для взрослых, пожалуй. Замечательное слово, друг. Будете знать. А есть ли в нашем Черном море акулы? Да. Молодцы. Какая акула? Патран. Патран. Большая? Маленькая. 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 Медуза. Правильно, правильно. Приветствую, молодой человек. Молодец. Какие? Ты только что сказал? Рыба, дракон. Скат. Молодчинка. Умничка. А вот теперь скажите, пожалуйста, почему наше Черное море иногда светится? Потому что это не планктон. Планктон. Да какие же вы умнички. Планктон. Да. Планктон, который светится, да? Да. Называется ночи свет, как планктон. Молодцы. Все знаете. Так, что бы еще такое сложненькое? А кто такие Корне, Нерод и Аурелия? Медузы. 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 Какое интересное свойство у медуз? Когда начинается шторм, что они? Ближе приплывают к берегу. Ближе приплывают к берегу. Потому что шторм бушует, а у берега более спокойно. Я хочу сказать еще вот такую вещь вам, что из одной медузы, Аурелии, делают в Японии хрустальное мясо. И ее едят. Мы их, к счастью, наверное, не едим. Да, может быть. А назовите, пожалуйста, мне площадь Черного моря 422 тысячи квадратных метров. А самое глубокое место Черного моря? Варянская спадина. Вы не воротите и сделай Варянскую спадину. 2 метра 245 сантиметров. А кого называют санитарами Черного моря? Ну-ка. Ну, ее низкий поклон, молодой человек. Конечно, все он знает. Крабы. Крабы, санитары Черного моря. А теперь скажите, какие вы знаете моллюски, которые живут в Черном море? Мидии. Мидии. Рапаны. Рапаны, молодцы. Видишь, кальмары. Живут в Черном море кальмары? Нет, не живут. А скажите, пожалуйста, какие птицы обитают в Черном море? Чай. Правильно? Бакланы. 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 Правильно. А скажите, пожалуйста, бывает ли лед на Черном море? Нет. Бывает, бывает. В Одессе бывает. Бывает в Одессе, правильно. Бывают такие моменты, когда Черное море покрывается льдом. Только не все. А какие волны у нас на Черном море во время шторма? Ну-ка подумайте. Какие? Больше? Десять. Пятнадцать. Ну, вот уже через счет, конечно. За двух метров. Пять-восемь метров. И вот такой последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как наше Черное море называли в древности? Понтеевсинский. Правильно, Александр. Гостеприимное, негостеприимное, русское, великое. Вот такие имена у нашего Черного моря. Я рада, что вы хорошо знаете Черное море, что вы отвечаете на вопросы, изучайте наше Черное море. Любите и берегите его. Спасибо. Который за учителей, который уже хорошо нарисовал. Продолжение следует...